Здравствуйте! В эфире национального телевидения программы местное самоуправление. Вы хотите знать, чем занимаются чебоксарские депутаты и как работает столичное правительство? Тогда не переключайтесь. Об этом в ближайшие минуты расскажу вам я, Ольга Пырочкина. Смотрите сегодня. Положительный пример, чем чебоксары похвастались перед представителями проекта «Здоровые граждане, здоровые города». На дорожку в Чебоксарах создадут муниципальный дорожный фонд. Деньги на Новый год. В Чебоксарах началась работа над бюджетом 2014. Здоровые граждане, здоровые города – это не пафосный лозунг, а реально действующий проект Союза российских городов. Принцип работы такой – пришел, увидел, перенял. Основная задача сделать так, чтобы о положительном опыте одного города узнали в других муниципалитетах и тоже внедрили в жизнь. Сегодня в столицу Чувашии приехала представитель этого проекта Виктория Шейгас. Что хорошего можно перенять у нашего города, смотрите прямо сейчас. Это не просто детский сад, а положительный пример того, как решается в столице острое для всей России проблемы нехватки мест в дошкольных учреждениях. Организовал его так называемый частник, но у него большой педагогический опыт. Полноценный, функционирующий садик не хуже, чем муниципальный, а я считаю, даже лучше, потому что малокомплектность групп. Вы знаете, сегодня идет очень популярное уплотнение групп – 30 человек. У нас 15 – это край. У нас в течение дня два воспитателя работают с детьми с 15, плюс на 15 детей еще помощник воспитателя. И кроме этого, как я говорил, плюс дополнительно спортивный руководитель, музыкальный руководитель, логопед, психолог, занятия, подготовка к школе и иностранной языке. Что ж, частник помогает городу, ну а город, в свою очередь, частнику. Это называется частно-государственное партнерство. Чтобы руководители этого детского сада смогли обеспечить такие условия и максимально снизить родительскую плату, сейчас это 7,5 тысяч рублей в месяц, муниципалитет дал льготу на аренду помещения. Город, предоставляя льготу по аренде, предоставляя возможность пользоваться вот этой территорией, в общем-то, уже дал огромные возможности для руководителя этого детского сада, потому что они могут направить эти средства на благоустройство территории, на создание игровых площадок, на ремонт, капитальный ремонт помещения. И все, что нужно для развития ребенка, в общем-то, эти льготы тоже помогут встать на ноги данным предпринимателям. То, что касается небольших групп, вот этой вариативности аренды, то есть, когда муниципалитет идет навстречу частнику, пытаясь как-то улучшить условия их деятельности, тем самым, опять же, помогая нашим детям, это тоже, я думаю, было бы интересно для наших городов. Кстати, похвастались чебоксары не только детскими садами. Изначально у нас была встреча с главой города Леонидом Ильичом Черкесовым, где он очень подробно и интересно рассказал. О деятельности городских властей, направленных на интересующий нас аспект, на здоровье, на спорт. Оказывается, что даже глава республики, у вас большой спортсмен, бегает на лыжах, что очень приятно. О том, какие мероприятия проводятся среди населения. Тот интерес, с которым она рассказывала о зарядке со звездой, вот эта массовость, которую вы привлекли. Ну и стало понятно, что вот настолько все это в городе активно, это работают, в этом люди заинтересованы, что это как раз вот тот же живое слово, которое можно у вас взять и передать другим, понимаете. То есть это не просто какие-то слова, да, и непонятно о чем рассказывать, а это конкретное дело. Такой обмен опытом дает хорошие результаты. Не надо изобретать велосипед, достаточно чаще ездить коллегам из других городов, чтобы увидеть интересные примеры. Российское законодательство позволяет гражданам самостоятельно решать некоторые вопросы местного значения. В Чебоксарах ТОСы, органы территориального общественного самоуправления, появились в 2007 году. Сегодня те, кто решает пусть пока небольшие, но конкретные проблемы домов, улиц или районов, услышали из первых уст, в каком направлении развивается город. В рамках единого информдня с представителями ТОСов встретился Леонид Черкесов. Обустройство и благоустройство домов, дворов и улиц, контроль за качеством уборки, озеленения, создания детских площадок и мест отдыха жильцов. В ближайшие годы у ТОСов большие задачи. Чебоксары готовятся к спортивным событиям мирового масштаба. В столицу Чувашии соберутся представители всех континентов. В понедельник только я приехал, еще следующий момент с Монако. Почему именно Монако? Мы говорим, что ИФА, Всемирная легкоатлетическая организация, располагается именно в Монако. Мы презентовали наш город Чебоксары, как раз пятницу презентовали, и субботу итоговое было. И мы выиграли на право проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Это 2016 год и 2018 год. Право на проведение чемпионатов сразу на два года разыграли впервые. Победы нашего города, конечно, не случайно. Соревнования по спортивной ходьбе самых разных уровней столицы Чувашии принимала не один раз. Пенсионер Федерации легкой атлетики Европы, который приезжал к нам, сказал, что в соревнованиях у нас проводились заливы. Хорошие результаты, лучшие результаты спортсмены достигали именно на заливе, проводя соревнования по легкой побегу, по спортивной ходьбе. Потому что в жаркую погоду здесь, если соревнования прохладно залив, в ветреную погоду, холодную погоду защищают низина. И хорошие условия, если мы сейчас еще залив отремонтируем, к этому времени благоустроим, лучшие условия. Он сказал, что Чебоксары фантастика. Кроме того, в 2015 году в Чебоксарах за звание чемпионов Европы сразятся легкоатлеты. В 2015 год у нас будет командный чемпионат Европы по легкой атлетике. Это очень престижные европейские соревнования. Вот мы острые конкурентные борьбы выиграли у Германии, тогда у Чехии претендовали. Финал мы вышли в Румынии, Бухаресте как раз выиграли. Это очень важно для нас, потому что финансовые средства будут выделяться федеральные, финансовые средства Европейская легкоатлетическая ассоциация будет выделять, но и республика, но и город благоустроят спортивные сооружения. Впрочем, прежде чем принимать гостей со всего мира, предстоит решить ряд вопросов. К примеру, довести гостиничный сервис до европейского уровня. Однако спортивные столицы Чебоксары делают не только мировые соревнования. Так, рекордное количество участников зарядки со звездой собралось во многом тоже благодаря ТОСам. Глава города отметил, в любой сфере можно добиться хороших результатов, если городское и территориальное самоуправление объединят свои усилия. И одна наша цель, вот, чтобы улучшать качество в жизни горожан. Вот одна цель этого микрорайона, мы объединившись, должны вот лучше делать. А если, здесь, конечно, лучше условия при школе, если делать. Есть свободные площади, есть активный зал, есть спортивный зал МДИ. Больше мероприятий совместных надо проводить. Выходные спортивные мероприятия, концерты. Но сейчас надо вкладывать в воспитательный процесс наших детишек, оторвать от интернета, от телевизора и вкладывать в воспитательный процесс. Вот, больше мероприятий проводить в округах. И мы с вами вместе должны в этом направлении поработать. Территориально-общественное самоуправление – это связующее звено между администрацией города, с администрацией района, с депутатами госсовета, с депутатами Чебоксарского городского собрания депутатов, с управляющей компанией, со школой, с садиками и с жителями нашего микрорайона. Получили мы максимальную, полную, достоверную информацию, что происходит в городе и что планируется в дальнейшие годы. Подобные встречи договорились проводить два раза в год. Строительство и ремонт городских дорог и проездов требует денег. На часто звучащий вопрос, где их взять, теперь можно смело отвечать. Из Дорожного фонда. Подробнее прямо сейчас. Часть денег на содержание и капитальный ремонт дорог и проездов город получают из республиканского бюджета и внебюджетных источников. Другую приходится брать из собственной казны, и собирать эти средства приходится по частям. Однако в скором времени ситуация должна измениться. В столице появится специальный муниципальный дорожный фонд. Депутаты отмечают, делается это для того, чтобы объединить ресурсы. Все равно будет датироваться из республики конструкция, но часть нашего софинансирования будет идти уже из нашего муниципального дорожного фонда. Я все понял, одного не понял. Нам это выгодно или не выгодно? Ну, конечно, выгодно. То есть у нас должны быть деньги муниципалитета, чтобы вкладывать. У нас была часть самофинансирования. Если мы не можем финансировать ничего, это тоже плохо. Если у нас есть финансирование, мы хотим или не хотим, мы будем выделять на это. А если бы это не было, мы могли не выделять. У нас нет статьи. То есть это не столько выгода, сколько обязательства муниципалитета. На общем собрании депутаты решение создать муниципальный дорожный фонд поддержали. Питать его будут акцизы на проданный бензин, транспортный налог, штрафы за нарушение ПДД. Другими словами, платежи, связанные с транспортом, которые частично или полностью зачисляются в городской бюджет. Отныне тратить их можно будет только на дороге. Всегда город из своего бюджета выделял деньги на ремонты дорог, пригородских дорог, дорог, которые введут в придомовые территории и так далее. А сегодня, вот с сегодняшним решением, уже город создал сам фонд, муниципальный дорожный фонд. То есть это что? Значит теперь не будем мы из бюджета что-то кусочки выливать. Наоборот, в этот фонд деньги будут течь в этот фонд. В положении так и прописано, эти деньги целевые, кроме как на эти цели, они никуда не могут расходиться. То есть если они куда-то что-то уйдут, в силу каких-то причин, это называется уже нарушение финансовой дисциплины и так далее. Решение вступит в силу с 1 января следующего года. Началась работа над бюджетом 2014 года. По сравнению с бюджетом 2013 года, который в очередной раз уточнили в конце ноября, сумма на будущий год выглядит изрядно похудевшей. В чем причина, нам объяснил председатель постоянной комиссии Чебоксарского городского собрания депутатов по бюджету Владимир Кузин. Что можно сказать о проекте бюджета? Значит, бюджет в доходной части будет составлять 5 миллиардов 895 миллионов рублей. Эта цифра по сравнению с уточненным бюджетом 2013 года ниже на пределах 15-17 процентов. Но она, конечно же, выше, чем тот первоначальный бюджет, который мы принимали в декабре 2012 года. Он состоял тогда у нас 5 миллиардов 89 миллионов. То есть разница значительная. Но цифра – это далеко не окончательное средство. В городскую казну продолжают поступать в течение года. Есть надежда, что и столичный бюджет 2014 еще вырастет. Как в прошлом году, так и в этом году проходили по 4-5 уточнений в течение года. То есть, если мы в прошлом году приняли бюджет 5 миллиардов 89, то сегодня, по последнему уточнению, а уточнение, возможно, еще будет и в декабре месяце, на сегодняшний день 7 миллиардов 166 миллионов. То есть, разница практически 2 с лишним миллиарда у нас вырос в бюджет за этот текущий год. Основные статьи расходов – это образование, благоустройство города, жилищно-коммунальное хозяйство. Кроме того, существенные средства идут на культуру и спорт. Кстати, в отличие от 2013 года, в 2014 году не придется тратиться на заработную плату для работников дошкольного образования. Теперь зарплаты этим педагогам будут платить из республиканского бюджета. Раньше расходы на оплату работников дошкольных учреждений отложились чисто на бремя собственного бюджета. Но на сегодняшний день эта цифра теперь будет с республиканского. Но тут же надо отметить, одновременно забирая расходы, одновременно республика нам своим законом уже установил норматив отчисления налогов на доходы физических лид. 19% против того, что было в 2013 году, 28,5%. То есть это как бы одно другое компенсирует. У нас уменьшаются расходы, но в то же время и доходы на почти ту же сумму снизились. В целом глава комиссии дает оптимистичный прогноз. Будем рассчитывать на то, что будет значительное уточнение бюджета в течение всего года. И, наверное, выйдем, так же, как и в этом году, с цифрой порядка, наверное, 8-9 миллиардов к концу года. Так или иначе, проект бюджета на 2014 год депутаты планируют вынести на публичные слушания. Они должны состояться 10 декабря. Свободная касса. В минувшие выходные эти слова можно было услышать от известных людей республики. В одном из ресторанов «Чебоксар» провели благотворительную акцию, которую приурочили к Международному дню ребенка. На деле фартуки встали за кассы. В минувшую субботу журналисты национального телевидения осваивали новую профессию. Пригласили поработать кассирами узнаваемые лица канала не случайно. Задача – продать как можно больше детских книг, цветик, семицветик и картофеля фри. Средства от продажи пойдут на благотворительность. В Сочи построят игровую площадку, адаптированную для детей с ограниченными возможностями. Поддержали акцию и депутаты городского собрания. Сегодня у вас всех есть возможность снести свой небольшой вклад в создание комфортных условий для детей с ограниченными возможностями. Ведь именно отношение всех нас к проблемам детей, к проблемам нашего будущего, не является тем индикатором цивилизованности и предсветания нашего общества. Пусть наши дети будут самыми счастливыми и самыми здоровыми. Кстати, средства от ресторана пойдут не только в далекий город Сочи. Уже третий год подряд деньги направляют и на нужды чебоксарских детей. Стало уже в городе Чебоксары. И по всей стране доброй традиции. В ноябре вместе как раз проводится благотворительная акция. Матерский день. И часть врученных средств в этот день направляются на благотворительность. И вот после сегодняшнего дня мы с руководством ресторана договорились, что более 150 тысяч рублей будут направлены в детские учреждения города Чебоксары. Так называемый «Мак Хэппи Дэй» в Чебоксарах проводится ежегодно. Как человек с медицинским образованием глава города отмечает, если баловать себя и детей фастфудом нечасто, то вреда не будет. Я с осторожностью отношусь, но дети любят ходить в это. Я сам своими детьми тоже ходил. Я думаю, что не каждый день питаться это еда, но перед детским можно приходить. На этом программа местное самоуправление подходит к концу. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова